Дважды на одни грабли шумерлинец, которого задержали за вождение в нетрезвом состоянии, пытался сначала откупиться от гаишника, а потом и от следователя. Обе попытки завершились провалом. Подробности выясняла наша съемочная группа. 62-летнего шумерлинца, который за рулем своего автомобиля находился в нетрезвом состоянии, сотрудники ГИБДД остановили 16 мая. Он не хотел лишаться прав и предложил 600 рублей. От денег инспектор отказался, а попытки дать взятку сообщил руководству. После этого, 18 мая 2020 года, подозреваемый был вызван в Шумерлинский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета РФ Почувашской Республики для дачи объяснения. При этом, находясь в кабинете исполняющего обязанности руководителя следственного отдела, он попытался передать ему незаконное денежное вознаграждение в размере 35 тысяч рублей. Однако, сотрудник Дестственного отдела от получения этой взятки отказался и сообщил о случившемся вышестоящему руководству. На предприимчивого шумерлинца завели еще одно уголовное дело о покушении на взятку, но уже по более серьезной статье. Следователь просил заключить его под домашний арест, но обвиняемый был не согласен. Нескок, Антон Васильевич, согласен с постановлением следователя об избирании меры пресечения? Судья выслушал обвиняемого, но с учетом тяжести преступления вынес решение все же заключить его под домашний арест на два месяца. Необходимо отметить, что сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике принципиально не приемлют факты проявления коррупции. Такие факты являются не только неуважением к закону, но и личным оскорблением чести и достоинства сотрудника Следственного комитета Российской Федерации.